Я хочу сейчас сказать несколько слов об активистах. Смотрите, они жертвуют собой, их увольняют, их этот режим сажает в тюрьму. Многие из вас не хотят такой жизни и правильно не хотят, но кто зря будет страдать. Но тем не менее эти люди рядом с вами, они меняют нашу жизнь. У вас, пусть им так много, но растут пенсии. Вы получили пособие 42 500 тенге не потому, что там Назарбаев или Такаев добрый, потому что люди выходили на улицы, активисты их возглавляли, они оказывали давление на режим. Были митинги, да, их было не очень много людей, но они были. Если завтра выйдут десятки, сотни тысяч, жизнь всей страны изменится сразу. Она сейчас меняется как бы немного, но даже эти изменения, которые вы сейчас видите, и то, что какие-то пособия вам еще выплачивают, это благодаря тем, что эти люди борются. Даже немногочисленные активисты матери выходят, устраивают акции протеста. Это тоже влияет на власть. Не влияет только тогда, когда мы все молчим. Если 1 миллион человек будет жертвовать каждый месяц хотя бы 500 тенге каждый месяц до тех пор, пока мы не победим, пока не сменим режим, это всего лишь, ну не то что, а целых 500 миллионов тенге. Это порядка одного, ну чуть больше одного миллиона долларов. Но для человека, любого, у нас бомж на улице 500 тенге в месяц может выделять. Ну 500 тенге это небольшие деньги для всех, для любого, для многодетных семей и так далее. 500 тенге для каждого человека это небольшая сумма. Но когда эту сумму пожертвуют миллионы, вот мы говорим о бюджете 1 миллион долларов в месяц. Что можно сделать? Это значит активисты по регионам, они могут не переживать. Собрав эти средства, мы можем обеспечить финансирование их семьи, даже если их задержат, арестуют. Мы можем финансировать их адвокатов. Мы на эти средства можем содержать различные каналы, которые будут выпускать креативные видео для молодежи. Мы объявляем счета жен тех активистов, которые пострадали, их семьи остались без поддержки своих мужей. И мы этими средствами хотим просто помочь людям выжить. Мы объявили счета, на которые мы объявляем сбор средств для того, чтобы организовать эту борьбу, о которой я говорил. Список Магнитского. Работать с западными институтами, оказывать международные давления, арестовывать счета, нанимать адвокатов за рубежом, нанимать специальных видео специалистов, которые готовят материалы. Это требуется серьезные ресурсы.